Агропромысловый комплекс Минской в области демонстрирует становочие выники працы. Найбольшая предметная отдача от модернизации у предприемствов Слуцкого, Клецкого, Минского, Лагойского и Смолевицкого районов. Это поширает географию продажа и ассортимент продукции. Великую роль отыгрывают инвесторы. На подходе новый овечка-гадающий комплекс, а также первый украинский творчество кумысу. Про эффект от укладания капитала у агропромысловый комплекс Алексей Кондратенко. 160 миллионов долларов инвестиций, годы непростой працы, продуманный маркетинг и новые рынки сбыту. Для смолевицкой бройлерной птушка фабрики усе фрагменты вытворча коммерцийного пазла удало склалися разом. Все лето на предприемстве увайшов у строй новый цех, один и в своем роде в Беларуси. Полностью модернизировано все бройлерное производство старой фабрики. Это 107 птичников напольного содержания и построено дополнительно 30 птичников клеточного содержания. Сегодня мы начинаем поставку замороженной продукции. Это зауральский хребет уже северные регионы осваиваем. И точечно ищем рынки сбыта Узбекистан, Казахстан, Среднеазиатские республики. Идеальные санитарные умовы, найновшее холодильное обсталявание, своя сыровина и комбикормовый цех – гаранты высокой якости продукции. За опошенных 4 годы объемы в творчестве мяса повеличились амаль о два разы. Дякуючи новой линии, оно все ходит с конвейера литерально на спринтерской худкости – 3 тушки за секунду. Таким чином тут вырабляют усяго больше за 40 найменню товара. По производительности это, можно сказать, самое мощное предприятие. Оно обеспечивает скорость линии 12 тысяч голов в час для переработки. То есть с возможностью еще добавления, допустим, 10% этой производительности в дальнейшем. Становшие выники у социально-экономичным развити демонстрирует и у целым у весь Смолевицкий район. Все лето тут побудовано больше за 60 тысяч квадратных метров жилья. Дарыч, жильевая тема стала головной на приеме грамадян, який сенья провел губернатор Минской области Семен Шапира у Смолевичах. Большасть пытанев выращалась на месяцы. Меж тем, сярод самых буйных проектов и перспектив района – узведение китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Пакульжа яскраво про себя заявляют бизнес и АПК. Район весь динамично развивается. За последние несколько лет у нас частного и среднего мелкого бизнеса доля в налогах составляет 62%. Очень важный момент – в АПК мы каждый год прибавляем 110-119%. За пятилетку мы идем в области первая по крупно-рогатому скоту и по молоку. 130% у нас рост за пятилетку. То есть мы постоянно прибавляем. Таким чином сярод у сих районов Смолевицкий будет годно представлены на областных дожинках. Фестиваль «Кермаш» отбудется 14 листопада у Вилейцы. Алексей Кондратенко и Андрей Градобою, агентство «Телиновин». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова